Вечер добрый, дорогие друзья, постоянные подписчики и гости моего канала YouTube. С вами снова я, как вы, наверное, уже знаете, его автор и бессменный ведущий Сергей Смирнов. У меня тут давно не было на моем канале такой уникальной рубрики, как «Невероятные истории от Сергея Смирнова». Вот, и сегодня вот у меня свободное время, выходной день, я решил вам рассказать просто невероятную историю. Просто, знаете, такую душесчипательную историю, которая началась со мной еще в Харькове, как я узнал, понял уже, и продолжилась здесь, уже в Белостоке. Итак, присаживайтесь поудобнее, так скажем, ну, запасайтесь чипсами, ну, и история будет вообще невероятная. Знаете, есть такая была раньше передача «Необъяснимо на факт», вот, или «Реально мистика». И вот такая вот мистическая история. Это я рассказываю то, что было на самом деле, чтобы вы понимали, не заподозрили меня во лжи. То, что сейчас я буду рассказывать, я вас, так, знаете, такой спойлерю немножко, готовлю к этому, это произошло реально. В этом нету ни грамма вымысла. Итак, итак, ребята, история называется «Проклятые серьги». Ситуация была такая. Это предыстория. Вот, как, ну, я жил в Харькове, как вы, наверное, знаете, до 2022 года, как там дальше будет, одному Богу известно. И вот у меня в семье, короче, жил я с мамой, была такая интересная ситуация, что моя мама, как бы, ну, очень хороший человек, была добрая, отзывчивая, ну, болела, часто болела, я не мог понять, почему. У меня была проблема со зрением, и сейчас тоже. И так потом произошло. Вот, ну, мы все смертные. Видите, что моя мама умерла. Она умерла трагически, это произошло на моих глазах. И в момент смерти на моей маме были серьги. Обычные золотые серьги. Вот, как бы, ну, все их носят. И поскольку она умерла скоропостижно, она не ожидала этого, не могла подготовиться, как мы все, как обычные люди, вы знаете, никто к этому событию прискорбному не может, не успевает подготовиться, не может, застает все это врасплох. И эти серьги она не сняла. Вот, и потом ко мне приезжает моя сестра, троюродная, я из этических соображений, не буду называть ее имя, и говорит, надо эти серьги снять с мамы. То есть мы с ней сняли эти серьги, они золотые, были красивые, говорит, пусть они пока у тебя полежат. Лежали они, лежали у меня дома, все нормально, какое-то время, а не тебе это еще может приходяться. И тут началась на эти истории развиваться этим, вообще, ну, начал сюжет раскручиваться. Вот, как, ну, я потом узнал, случайно, может, даже не случайно, с одним человеком тоже познакомился, и она мне показала причину всего того, что со мной происходит, происходило. Вот, то есть, оказывается, действительно, это были необычные серьги, как я понял. Поскольку я не мог понять раньше, почему моя мама просто, ну, болела, у нее были проблемы, там, и с сердцем, и с суставами. Я думал, это на уровне, ну, просто тела. Вот, тело болеет, все, но это была духовная причина. Она об этом мне немножко рассказывала раньше. То есть там, короче, я потом узнал, мне было показано, что на нашу семью наложено было проклятие. Это было определенным образом произошло, я не буду уточнять подробности, почему. Но мне было показано, что именно поэтому у меня проблемы со зрением, вот, и поэтому моя мама скоропостижно умерла. То есть, как бы, там получилось действительно родовое проклятие, вот, на смерть. И я потом прочитал уже здесь, находясь в Белостоке, в Польше, что вещи, которые носят люди именно при жизни, они впитывают их энергию. Может, я говорю, не совсем канонические вещи с точки зрения атаксального христианства. Ну, так вот, я это узнал. И не рекомендуется с умершего человека снимать драгоценности. Именно в момент смерти. Если их снял, ты так получается, ну, да, они дали цены. Нужно их либо у себя оставить, либо их осветить в храме. Я этого, признаюсь, не сделал. И вот поэтому начались интересные вещи. Лежали они у меня, эти серьги, дома. И потом ко мне, так получилось, я рассказывал, может, в предыдущих видео раньше, в своих стримах. Пришла, я взял на квартиру свою одноклассницу. Тоже имя не буду называть. Я в целях безопасности эти серьги отдал своей сестре. Они у нее год лежали, лежали. Потом она съехала, эта одноклассница. Я снова оказался сам. И это был 2021 год. Именно еще не было войны у нас. И они попросили эти серьги себе обратно домой. Думаю, все же спокойно. Никто уже не будет у меня, скажем, дома. Других мало, я же хочу подстраховаться. Ежали они у меня дома. И все как обычно. Потом, это был декабрь месяц. Как я вспомню, начало декабря, конец декабря. Ну, начало 1 ноября, конец декабря. Звонит мне моя тетя. Двоюродная. Вернее, троюродная тоже. Имя ее не буду называть. Это было правда. Я рассказываю. И говорит, слушай, тут у тебя серьги остались, мамыны. А я тут, можешь мне принести их посмотреть? Я хочу их посмотреть. Я ж такой думаю, ну ладно, что мне сложно было. Это был вечер. Это было темно. Уже зима, аж там рано темнеет. Я эти серьги взял. Койца там еще будем, мамыны принес. Она их посмотревает. О, какие классные серьги. Там были у нее еще койца, цепочка. И она решила эти серьги взять себе. Мало того, она сказала, слушай, Сережа, я тут свои серьги потеряла, серьгу. Не хочу никому рассказывать, своим там детям. Не хочу их расстраивать. Вот я хочу эти Сережки купить. Сколько они стоят. А я ж такой думаю, ну а я ж в этом деле не шарю. Пошел в ломбард. Узнал, сколько они стоят. И решил, думаю, надо же их продать. А я потом узнал уже здесь, прочитал, что нельзя вещи, снятые с убитого человека, ну с умершего человека продавать. Это как бы неправильно. А это должно быть память о человеке. Нужно я в крайнем случае себя дома держать уже говорил. И я ж такой посмотрел, сколько они стоят, просчитал. Я говорю, я вам их продаю. Взял и продал. И она их купила в тайне, чтобы никто не знал. Ни ее дети не знают, ни муж. Я говорю, потому что, сейчас вы поймете, почему я могу это сейчас рассказывать. Я про это дело как-то забыл. Хотя меня совесть мучает. Думаю, как же я буду продавать серьги, которые были в момент смерти на моей маме. Это же как-то не по-христиански, неправильно. Может быть, надо было, ну я же думаю, в храме отнести, осветить. Но я тогда этому значения не предал. И вот, проходит какое-то время. Все как бы нормально. Я про эту ситуацию забыл. Начинается война. Я уезжаю из Харькова. Я как бы, ну, ситуацию отпустил. Думаю, ладно, ну, бывает такое. Потом мы с этой тетей созванивались. Она, кстати, младше мамы была. Была, вы поймете, почему сейчас. Вот. И мы с ней созванивались. Знаю, как дела. Ну, и она потом что-то говорит, я себя плохо чувствовать стала. Куда я себя начала плохо чувствовать? Вот, болеть начала. Там у нее, она сначала упала. Потом руку поломала. Думаю, вот, блин. И тут я вспомню. Надо же. Моя мама тоже падала и руку ломала. Но я тогда этому значения не предал. Это было буквально осенью, кажется, в этом году. Или в конце августа. Потом здесь это уже вот был праздник, чтобы вы понимали. Казанская икона Божьей Матери. Так оно и было. Кстати, я рассказываю хронологию событий. Я ей звоню. Она говорит, да, я вот, даже мне говорят, что руку поломала. Потом я ей звоню через месяц, 4-го числа. Ну, нет, я там звоню на день смерти моей мамы, день ее рождения. Он с ней общался. Вспоминали мы события. Она про это ничего не рассказывала. Про серьги тоже никто ничего не знал. И потом я звоню ей 4-го числа, декабря прошлого года, как сейчас помню. И у нее такой болезненный голос. Говорит, что с вами случилось, тетя? Она говорит, я сейчас в больницу попал. Говорит, что такое? Воспаление легких. Я не могу говорить. Мне как-то, ну, не по себе стало. Думаю, ну да. Звоню ей сестре, пишу ее, вернее, дочкам. Что с ней случилось? Ну, что она попала в больницу? Да, вы же понимаешь, возраст, все такое. Но я как-то стал немножко волноваться. Я просто вспомнил потом уже, что у моей мамы тоже, когда она заболела, и у нее был тоже коронавирус, тоже началось все с воспаления легких. Но это до этого как-то значения не придал. И вот потом начались вообще уникальные события. Я, короче, потом я как-то про это все, ну, думаю, болельщик. Я молился, молился, ходил же, помню. Ну, до этого в церковь там свечки ставил, о здравии, все нормально. А потом был праздник здесь у нас, ну, у нас как бы в Украине, ну, День Святого Николая. Я решил позвонить, вернее, написал тете, своей сестре, этой тете, моей второй тете, как у вас дела. И она мне пишет, что моя сестра, это, ну, моя тетя, в тяжелом состоянии, в больнице лежит уже чуть ли не в коме, в присмите. Она же не разговаривает. Хорошо случилось. Мы не можем поставить диагноз. И это было 19 декабря. И тут я начинаю как-то, ну, мне стало не по себе. Думаю, блин, да что ж такое? Как-то странно это все. И вот потом, буквально через день, она мне пишет, что эта тетя моя умерла. Представьте ситуацию. Моя тетя умирает. А я, а какой диагноз, а что случилось? Она говорит, а мы сами не знаем. Потом, ну, я не в курсе, плавно через день она мне говорит, что у нее был диагноз рак. И вы представляете, у моей покойной мамы тоже, она когда умерла, ей тоже поставили диагноз рак. И тут я вспомнил одного, ну, вы поняли, известного, одиозного политика, который говорил, совпадение не думаю. Я, у меня стало мучить совесть. Я понял потом, что все-таки, возможно, эти события, ну, это не на 100%, но у меня такая мысль была четкая, связанная. То, что она взяла сережки, которые, ну, купила у меня, которые были в момент смерти на моей маме, я так понял, она их носила. И вот именно она умерла. Такие же были симптомы, как у моей мамы. Она попала в больницу с воспалением легких. Правда, мама не была в больнице, но все равно. У нее начало все как воспаление легких, а потом оказалось, что у нее рак. То есть и у моей мамы такой же диагноз поставили. И тут я понял, ну, что это, я не говорю, не буду брать такие, делать серьезные заявления, но я понял, что это как-то связано. Возможно, тот дух смерти, который шел по нашему роду, который шел по нашему роду, то проклятие, оно было, ну, наложено на мою маму. Определенным образом мне там не углубляют детали, почему. Ну, мне это было сказано. И вот эти сережки были в момент смерти моей мамы. И фактически они, это проклятие, через них пришло в жизнь этой тети. Это очень серьезно. Получается, как бы эти сережки убили этого человека. То есть до этого она тоже себя плохо чувствовала, но была здоровая, активная. Ну, так, по возрасту. Ходила, не была лежачей. Именно после того, как она эти сережки купила, у нее состояние стало резко ухудшаться. Вот такие вот, такая вот вообще невероятная история со мной произошла. Я до сих пор под впечатлением, думаю, что мне теперь делать. Как бы получается, я не знаю, где эти сережки находятся сейчас, потому что я не нахожусь в Харькове. А это, ну, тетя моя осталась, ну, жила в Харькове. Вот, и я так понял, что мои родственники в этой ситуации не в курсе. То есть причину. Но мне Бог показал эту причину. Я просто понял потом это, вот, что это связано. Поэтому, ребята, вот такие вот уникальные вещи. Я вам хочу дать совет из своего этого опыта, практического, что если вот такое у вас происходит, у вас умирает близкий человек, ни в коем случае вещи, которые на нем были драгоценности, не отдавайте, а тем более не продавайте другим людям. Потому что действительно, ну, если бы золотые украшения особенно, пусть лучше они будут у вас дома. Их там можно переплавить, их можно, не знаю, в храм отнести, осветить, что-то еще с ними сделать. То есть там есть определенные процедуры, не углубляться в детали. Но вот это очень серьезно. Я это потом понял, здесь находясь. И Бог это показал и открыл, что вы не знаете. Может быть, действительно у человека какие-то были программы негативные, наложенные на него. И которые вот эти вещи, они потом остались как переносчиками этих, скажем так, программ. Вот такая вот невероятная история со мной здесь произошла. Даже началась она в Харькове, она здесь завершилась. Дорогие друзья, вот такое вот я рассказал невыдуманную, правдивую историю, я ничего не умолчал. Я рассказал правду, как оно все было, как на духу. Если вас эта история вдохновила, если она вас не оставила равнодушным, она вас зацепила, вы можете, знаете, что сделать. Память сверху под этим роликом поставить, скажем так. И также подписываться на мой канал, чтобы быть всегда в курсе последних новых видео на моем канале. Это будет авторские видео. Я сейчас не беру никакой чужой контент. Я делюсь своими мыслями, своими инсайдами. Я провожу прямые эфиры. И вы можете написать в комментариях, кстати, смело под этим видео, а были ли у вас такие или подобные истории. Может быть, это только со мной происходит. Может, я очень сильно впечатлительный. Может быть, я связываю несвязыванные вещи. Но не знаю, но я четко понял одну вещь, что Бог не показал, что это именно я, поскольку тогда в тот момент так получилось, что да, мне нужны были деньги. Я повелся на это все. То есть, по сути говоря, я чувствую сейчас свою вину в смерти моей тети, в том, что я продал ей эти серьги, то есть на которых было наложено, через которые пришло проклятие. И у меня эти доллары в глазах были. Я думал, мне нужны были тогда реальные деньги, поскольку я остался один, мне не хватало денег. Я за квартиру там платить надо было и так далее. И мне Бог так обличил потом, показал, что это действительно было не по-христиански. Вот такие вот уникальные истории. Пишите ваши комментарии. Может быть, это чисто мое субъективное мнение. Может быть, это я все это преувеличиваю. Хотелось бы узнать ваше мнение. Желаю вам мира, гармонии, радости, чтобы вы несли людям позитив. И чтобы все эти программы, которые были действительно заложены какими-то предками и так далее, а вы не были на вас прекращены. Негативные программы. И чтобы в вашей жизни работала божественная программа, программа жизни, программа процветания, программа успеха. Это очень важно. Я об этом тоже буду рассказывать, думаю, в следующих роликах. Благодарю за просмотр. Не переключайтесь. Далее будет.